Невозможно представить крупный современный город без четкого понимания своего места под солнцем, без анализа своих сильных и слабых сторон и без продуманного, осознанного, четкого выбора того пути, по которому город будет развиваться в ближайшее десятилетие. Напомню, что в 2003 году был принят первый для Казани документ стратегического планирования до 2015 года. Уже тогда были определены основные векторы политики городских властей, основанные на ожиданиях горожан и современных глобальных вызовах. Для Казани такими китами стали динамично развивающаяся экономика, устойчивая городская среда и активное сплоченное сообщество горожан. Сегодня можно отметить те колоссальные позитивные перемены, которые произошли в Казани благодаря реализации стратегии, ее отдельных блоков и направлений. Как вы знаете, поставленные задачи были реализованы, а некоторые индикаторы перевыполнены. Казань сегодня в рейтингах качества жизни населения в числе лидеров среди российских городов. Все эти успехи были бы невозможны без постоянной и деятельной поддержки со стороны руководства республики, правительства республики, парламента и лично нашего президента Рустаму Магалевича Миниханова. Но главное достижение стратегии 2015, ее главная победа – изменение сознания жителей Казани. Сегодня горожане принимают деятельное участие в городских проектах, направленных на совершенствование городского пространства. Эту энергию мы активно использовали в перформировании стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года, которая разрабатывалась на протяжении года. К обсуждению вариантов развития города на дискуссионных площадках, семинарах, заседаниях стратегического совета было привлечено около тысячи человек – предпринимателей, ученых, экспертов из разных отраслей. Свои предложения внесли 845 горожан, участвуя в интернет-опросе на официальном портале мэрии. Большую роль в разработке документа сыграли и представители депутатского корпуса. Многие идеи, которые были высказаны на площадках и предложены горожанами, нашли отражение в целях и задачах итогового документа. Хочу поблагодарить всех казанцев, внесших свой клад в наполнение стратегии содержанием. Спасибо всем за помощь и неравнодушие. Согласно проведенному в 2016 году официальному исследованию Московского урбанистического форума, Казань находится на первом месте среди 13 городов-миллионников России в каждом из трех направлений оценки. Состояние городской среды, качество управления и удовлетворенных целевых групп. Тем не менее, высокие оценки не повод расслабляться. Города сейчас конкурируют друг с другом, в борьбе за человеческие и финансовые ресурсы идет постоянная гонка. Поэтому, если сегодня выдохнуть и избавить темп, завтра можно обнаружить себя уже за спинами тех, кто не перестал бежать. Как говорится, будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести, сказал лауреат Нобелевской премии Денис Габбер. Успешно реализованные стратеги до 2015 года подтверждают, что мысли материальны, если есть воля и желание притворять их в жизнь. А зависит это только от нас самих. Цели и задачи, обозначенные в новом документе, должны быть постоянными ориентирами в нашей деятельности. Работа над следующим этапом в развитии города только начинается. В прошлом году Татарстан принял свою стратегию 2030, лейтмотивом которой является вектор глобальной конкурентноспособности республики как региона с опережающими темпами развития и высокой включенностью в международное разделение труда. Стратегия 2030 Казани синхронизирована с республиканским документом она разработана с учетом и на основе задач и флагманских проектов республики Татарстан. Согласована с ними как по форме, так и по содержанию. Главная стратегическая цель Казани сформулирована по аналогии со стратегией республики. Столица стремится стать ведущим российским центром научно-образовательной, инновационной и финансовой деятельности, является драйвером движения республика к смарт-экономике. Своё видение Казани 2030 года мы формулируем следующим образом. Это динамичный город устойчивого экономического роста и широких возможностей. Лидер полюса роста Волга Кама. Казань территория здоровья. Удобный для жизни город активных, ответственных и креативных горожан. Открытные власти и безопасной городской среды. Город, куда хочется приехать и где интересно жить каждый день людям разных поколений. Выбор будущих факторов успеха и направлений действия базировался на тщательном анализе преимуществ, возможностей, а также угроз и рисков города. Этот анализ показал, что общемировые российские региональные тенденции и перспективы создают в целом благоприятные условия для развития Казани. Обладая дефицинной экономикой, в составе которой выделяются как старые традиционные отрасли, так и новые, относящиеся к экономике знаний, и располагая хорошим заделом в плане накопления человеческого капитала, Казань имеет все возможности для быстрого развития. Выбор приоритетов социально-экономического развития Казани опирался на три группы критериев. Первая – ценности жителей города. Вторая группа – приоритеты развития Республики Татарстан. Третья – передовая мировая практика и урбанистические ценности. Мы сформулировали в стратегии 18 целей, которые разбили по 7 направлениям конкуренции, в соответствии с заданными стратегиями Республики ориентирами. Для их достижения предложено 42 задачи, по каждой из которых нами определены краткосрочные и долгосрочные направления действий. По самым важным из них нами установлены индикаторы для контроля их выполнения. У горожан в числе приоритетов потребность в безопасности, наличие комфортных общественных пространств. Важным является равномерность развития территории. Это подразумевает разнообразие выбора мест досуга, занятий спортом в пределах жилого района и наличие развитой инфраструктуры по всему городу без концентрации в одном из районов. Характеризуя столицу Татарстана с точки зрения экономической роли и специализации, горожане говорят, что Казань к 2030 году должна быть центром связи Европы и Азии, образовательным центром, гостеприимным городом. В стратегии Республики до 2030 года основная роль территории развития закреплена за тремя агломерациями – Казанской, Альметьевской и Камской. Казань рассматривается как центр агломерации, где лидирующая роль столицы Республики как научно-образовательно-инновационного финансового центра закрепляется радиальными связями основных магистралей. Мировой опыт свидетельствует, что городу для успешного развития необходимы условия для привлечения и удержания талантов. Низкие барьеры для карьерного роста, предпринимательства, инвестиций, диверсификации экономики и активной международной межрегиональной связи, вовлеченность горожан в управление. Важные конкурентные преимущества нашего города – многоконфессиональность и многоконфессиональность, а также богатое мультикультурное наследие. Являясь традиционным естественным мостом, связывающим Восток и Запад, Европу и Азию, Казань может сыграть важную роль в реализации новых внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов России. В результате широких обсуждений с представителями городского сообщества и экспертами, мы в качестве целевого выбрали сценарий, первый этап которого предполагает видение Казани в 1930 году как конкурента Москвы и Санкт-Петербурга, а следующий определяет цель до 1950 года, и здесь мы видим Казань в сообществе мировых городов. Реализация данного видения предполагает готовность к быстрой реакции на меняющиеся вызовы, удержание контура стратегического управления, высокую концентрацию усилий и согласия в городском сообществе. При разработке новой стратегии рассматривались все аспекты социально-экономического развития города в разрезе трех направлений – человеческий капитал, экономика и управление, пространство, инфраструктура и экология. Они подразумевали поиск ответов на три основных вопроса – каким будет население Казани к 2030 году, чем люди будут заниматься и в какой среде они будут жить. На первом месте находятся вопросы привлечения и формирования лучшего человеческого капитала. Здоровый, образованный, активный человек является главным ресурсом, за обладание которым конкурируют города и целые регионы. Для успешной конкуренции необходимо сформировать разнообразную и качественную городскую среду, способствующую здоровью и активному долголетию. Пространство, в котором человек сможет создавать новую экономику и реализовывать себя в профессии. В предыдущие 15 лет нам удалось добиться того, чтобы количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось втрое. Средняя продолжительность жизни Казани выросла на 7 лет и в 2015 году превышала 73 года. Теперь стоит перед нами задача довести до 50% долю горожан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, и увеличить продолжительность жизни до 76 лет. Мы видим в людях в возрасте 60+, не обузу или помеху, а мощный ресурс для развития, обучения и серебряного волонтерства. Проект «Казань-2030. Территория здоровья» – один из ключевых в нашей деятельности. Он включает дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры и совершенствование системы управления качеством услуг в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, организацию общественных пространств, в том числе зон отдыха и зон физической активности, доступных для маломобильных граждан. Цель проекта – превратить к 2030 году Казань в территорию здоровья в соответствии с передовыми стандартами качества жизни и критериями Всемирной организации здравоохранения. Но какая бы инфраструктура ни была создана, прежде всего здоровый климат в городе характеризуется отношение между людьми. В связи с этим хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что стартовавший не так давно проект «Доброе Казань» рассчитан не на несколько лет, а на годы вперед. Можно построить объекты и отчитаться о завершении работы. Но доброту и неравнодушие не отразить в статистике и здесь невозможно подвести какие-то итоги. Первые шаги «Доброе Казань» уже сделаны. Для пожилых людей сейчас создается сеть клубов по интересам жизнелюб, которые охватят все районы нашего города. Мы должны сделать все, чтобы жизнь наших пожилых была по-настоящему яркой, насыщенной и полноценной. Мы не можем увеличить пенсии, но на муниципальном уровне в наших силах создать условия для активного долголетия, вовлеченности в городскую жизнь. На стыке направлений экономика и человеческий капитал находится раздел «Образование», которому в стратегии уделяется большое внимание. У Казани есть мощный научный и образовательный потенциал. В 2015 году численность студентов превысила 120 тысяч, что позволяет включить Казань в число ведущих образовательных центров России. Город уже стал магнитом для молодежи по Волжии, и это направление нужно развивать. Взаимодействие горожан и власти также должно быть направлено на повышение качества школьного и внешкольного детского образования. Инвестиции в систему образования сегодня – это инвестиции в конкурентноспособную экономику завтра. Крупные предприятия, работающие с советских времен, составляют сегодня основу нашей экономики, но с каждым годом растет вклад малого и среднего бизнеса Казани. Предприятия малого и среднего бизнеса формируют треть валового территориального продукта Казани. Экономика будущего будет двигаться в сторону небольших, диверсифицированных производств, активно использующих современные технологии, производящих инновационную продукцию с высокой долей добавленной стоимости и работающих на принципах самозанятости. К 2030 году мы позиционируем Казань как место форсайта новых экономик и технологических инициатив, место разработки сквозных профессиональных компетенций, принимая во внимание те возможности, которые открывает перед нами проведение WorldSkills 2019. Словосочетание «административные барьеры» должно к 2030 году стать архаизмом. Город должен предложить предпринимателям простые, понятные и полностью прозрачные правила и стандарты ведения бизнеса. Работа в этом направлении ведется, мы сокращаем сроки и количество инстанций для получения согласования разрешения, переводим в электронный вид типовые проекты для малого и среднего бизнеса. Недавно начал работу проектный офис по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Его цель – пересмотр муниципальных услуг, чтобы выявить и устранить административные барьеры. Если у муниципалита окажется недостаточно полномочий для изменения правил, мы будем вносить предложение на рассмотрение руководства республики, правительства и президента нашей республики и других органов власти. К 2030 году в два раза планируется увеличить объем инвестиций в экономику города. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте вырастет до 50%, доля выпуска инновационной продукции – до 30%, а объем туристического потока мы планируем увеличить до 5 миллионов человек. Имея уникальное сочетание высокого человеческого потенциала, европейского уровня благоустроенности и относительно низкого уровня стоимости земли, зарплат и услуг, Казань стремится использовать эту ситуацию для того, чтобы конкурентный вход в нашу экономику стал магнитом для компаний федерального и международного уровня. Вслед за Берлином мы можем сказать – мы не богатые, но привлекательные. Уже сегодня из нашего города работают на всю Россию колл-центры, Росреестра и кадастровые палаты. К нам переехали бухгалтерия Pricewaterhouse и логистический центр Почты России. Удаленно обслуживают сотни заказчиков во всем мире IT-компании ICL КПОВС. Происходит так называемая культурация экономики, связанная с развитием креативных индустрий. От информационных технологий, многие из которых пилотно реализуются в Казани, до open spaces, co-working интернет-проектов федерального уровня типа AdMe. Следующим этапом за созданием новых высокооплачиваемых мест в новой умной экономике мы видим рост качества жизни и доходов горожан, планируя на 75% увеличить вал и территориальный продукт на душу населения, довести обеспеченность жильем до 30,5 квадратных метров на одного жителя и увеличить доходы нашего населения в два раза. Важнейший приоритет – формирование комфортного жизненного пространства и современной городской среды. За последние годы в городской среде Казани произошли значительные изменения в лучшую сторону. И в озеленении города, и в модернизации парков и скверов, и в создании новых набережных и новых общественных пространств огромная роль принадлежит частно-государственному партнерству. Этот вектор движения объединил и вдохновил людей разных возрастов и социальных страт. Тем не менее, по степени озелененности и количеству общественных пространств по транспортной доступности мы еще пока значительно отстаем от мировых городов-лидеров, а также от Москвы и Санкт-Петербурга. В стратегии запланировано создание единого зеленого пешеходного каркаса, изменение городских приоритетов от частного автомобиля в сторону комфортного общественного транспорта. Мы должны довести долю площадью зеленых насаждений в общей площади городских земель до 40%. В первую очередь мы приступим к реализации предложений президента республики Атрастана Рустана Нургалечия Мениханова об объединении воедино таких природных жемчужин, как озеро Лебяжье и Голубое, и благоустройства в той очереди парка Горького, так называемой Казанской Швейцарии. С подачи казанцев при постановке целей и задач на 30-й год мы сделали упор на модель полицентричного города. Помимо нашего ухоженного центра, нужно создать еще сеть локальных полцентров, а также продолжить работу по выводу из исторического центра промышленных предприятий. Это движение мы уже начали. Так, в понедельник президенту республики был представлен мастер-план Адмиралтейской Слободы, где по замыслу архитекторов будет гармонично сочетаться историческая застройка и суперсовременные здания. Продумано комплексное развитие этой территории, даже то, как будут работать коммунальные службы. Уверен, что эта часть Казани в итоге реновации станет очень привлекательной и для туристов, и для горожан, и для бизнеса. Другой пример. Задуманное благоустройство территории и набережной рядом с Казань-ареной, предполагающее устройство дендропарка с оранжереей и эко-набережную, и комплекс спортивных площадок с парком аттракционов. Новосавиновский район в итоге получит не только интересную регуляционную зону, но и мощный центр притяжения. Горожанам, бизнесу, администрациям необходимо совместно участвовать в проработке введения будущего каждого из районов, формирование нового образа, привычного пространства. Неоценимую помощь в этом могут оказать предприятия, относящиеся к так называемой креативной экономике. Как известно, сегодня креативные сферы и сферы культуры стали жизненно необходимыми элементами социально-экономического существования государств и фундаментальным основанием их экономических успехов и неудач. Рост креативных индустрий по сравнению с экономикой в целом гораздо более интенсивен. Поэтому Казань делает ставку на развитие инновационной городской культуры, формирование экономики знаний, в которой создаются и капитализируются новые идеи, продукты и технологии. Создание гибкой и адаптивной среды самообучения и развитие креативного потенциала человека. К 2030 году креативные индустрии, интернет, компьютерные технологии, кино, исполнительские искусства, музыка, изобразительное искусство, галерейный бизнес, мода, издательское дело, реклама, дизайн, архитектура, культурный туризм должны составлять около 12% от ВТП Казани и порядка 15% от общего количества рабочих мест. Безусловно, мы будем также продолжать создавать, поддерживать и укреплять фестивальные традиции, привлекающие Казани на российском и международном уровне. Это, в частности, музыкальные фестивали, фестиваль мусульманского кино, гастрономические фестивали, оперные и ряд других проектов. Уважаемые депутаты, возвращаясь к роли, которые возглавлены на наш город как на столицу казанской агломерации, хочу подчеркнуть, что Казани и соседним муниципальным районам предстоит сформировать полифункциональную структуру агломерации и единое связанное пространство. Наша стратегия предполагает единое планирование, в том числе транспортной системе агломерации с учетом начавшегося уже сегодня выхода жилищного строительства за пределы Казани, развитие скоростных связей, дорог с главным акцентом на развитие общественного транспорта, координацию управленческих решений. Мы ставим перед собой задачи сохранения и зонирования рекреационных зон, содействия развития экологически чистых сельскохозяйственных производств и налаживания устойчивых коридоров для поставки татарстанской фермерской продукции жителям Казани, исключающих монополию посредников. В настоящее время в наработках Центра стратегических разработок тема полюсов роста и агломерации занимает важные места, и мы разделяем мнение, что именно в крупнейших агломерациях экономика сейчас наиболее эффективна, и хотим видеть Казанскую агломерацию в числе лидеров. Нами предложен механизм решения стоящих перед нами задач – формирование Совета Казанской агломерации, в которую войдут наши коллеги, главы муниципалитетов, руководители исполнительных комитетов и представители общественности. Данный вопрос мы обсуждали с главами муниципальных районов, докладывали нашему президенту и получили поддержку. Согласно стратегии 2030, Казань – это драйвер будущего. Включение Казани в Содружество мировых городов предполагает следование лучшим образцам и создание новых практик муниципального управления, опирающихся на активность казанцев, любящих свой город, и готовых участвовать в преображении совместного, продуманного, яркого будущего. Уже сегодня наш город работает как тестовая площадка для многих социальных проектов. От системы «Открытый Казань», поставившей под контроль коммуникацию управляющих компаний с горожанами и уже востребованной во многих других городах России до сервисов, обеспечивающих безопасных жителей. Позиционируя себя как драйвер будущего, город сможет быстрее модернизироваться и правильнее реагировать на возникающие вызовы, создавать, накапливать и распространять передовые урбанистические практики и модели управления и развития, а также новые финансовые технологии, в частности, механизм инициативного бюджетирования. Уважаемые депутаты и приглашенные, индикаторы и цели, указанные в стратегии социально-экономического развития, это маяк, который позволяет видеть, правильным ли курсом идет корабль. Но как именно он пройдет, этот путь, зависит от совместной слаженной работы всех, кто находится на его борту, от нашей с вами уважаемой коллеги работы. Субтитры создавал DimaTorzok